Всем здравствуйте, меня зовут Андрей, я руководитель продаж в Тир-Россия. Сегодня я расскажу, для чего нужны гидрокостюмы, какие они бывают, как за ними ухаживать, как надевать, то есть максимально, чтобы вы к выбору гидрокостюм уже были готовы и знали, что вам нужно, где это делать и как это лучше сделать. Для начала, так как я представляю бренд Тир, я вкратце покажу, что такое вообще бренд Тир, и что это за компания, чем она занимается, потому что не все, в принципе, все ли знакомы с брендом? Ага. Что нажать? Сегодня я буду рассказывать про гидрокостюмы, ну и буду это все потом рассказывать, какие технологии есть в Тире. Обычно, когда к нам приходят клиенты и спрашивают по поводу гидрокостюмов или звонят, первый вопрос у них всегда возникает, а какие бывают гидрокостюмы, потому что чаще всего они начинают рассказывать, какие у них дома есть гидрокостюмы и можно ли в этом плавать. Гидрокостюмы, бывает, делятся на сухого типа. Это гидрокостюм, который применяется при температуре воды ниже 6 градусов. Они не пропускают воду, используются для погружения подводной охоты. Ну, это костюм, который применяют там в основном дайверы, то есть для плавания, для открытой воды он нам не подходит. Полусухие гидрокостюмы из неопрена, они представляют собой разновидность сухих костюмов, но с более качественной герметизацией, зачастую используются дайверами. Данный гидрокостюм тоже для плавания не подходит. Гидрокостюмы для экстремальных видов спорта. Чаще люди очень звонят и спрашивают, можно ли вот особенно с таким гидрокостюмом плавать на открытой воде. Сразу говорю, что нет, эти гидрокостюмы не приспособлены для этого. Вы потом сами узнаете в процессе, когда я буду рассказывать. В нашем случае, так как для плавания на открытой воде подходит гидрокостюмы мокрого типа. Они подходят для триатлона, плавания. В холодной открытой воде применяется только из неопренных мокрого типа. Это значит, что между его костюмом и телом попадает вода, которая нагревается. И за счет этого вам становится тепло. В триатлоне в основном используют гидрокостюмы с длинными и с короткими руками. Но это не в триатлоне и открытой воде. Это кому как больше нравится. Допустим, если человек в тренажерный зал ходит, у него, допустим, раскачаны мышцы, то лучше, допустим, рассматривать без рукавов. Но тогда будет холодно, конечно, в воде плавать. Но просто в последнее время часто с этим сталкиваемся, что человек занимался бодибилдингом, потом решил прийти в триатлон. И вот он в обычный костюм с трудом лазит. В чем основной отличие вообще всех этих гидрокостюмов? То, что все эти гидрокостюмы были разработаны под свою специализацию. То есть, если он для дайвера, то это костюм для дайвинга. Если это гидрокостюм для экстремальных видов, то это костюм для экстремальных видов. Если это гидрокостюм для плавания, то это именно для плавания, для кроля. То есть, это все специальные разработки. То есть, другие... То есть, если вы занимаетесь всеми этими видами спорта, как бы, у вас эти увлечения, то, получается, на каждой нужно иметь свой гидрокостюм. А гидрокостюм для плавания не подойдет для экстремальных? Нет, потому что в нем будет некомфортно. Гидрокостюм для плавания на открытой воде. Гидрокостюм на открытой воде делится на два типа. Ну, это также в триатлоне. Тут просто все время будут пересекаться. А триатлоном кто-то занимается? Или пока только открыт вода? Ну, тут будут пересекаться все эти идеи. Обычно люди переходят, когда начинают чем-то заниматься. Или бегать, или плавать. Гидрокостюм делится на две категории. На соревнованиях применяется гидрокостюм из неопрена, если температура воды ниже 24 градусов. В триатлоне, допустим, есть ограничение на олимпийских и спринтских дистанциях. Это 22. Это сделано для того, чтобы, если температура будет выше, чтобы не перегреться. Такое бывает. Я сам видел это несколько раз. Гидрокостюм для теплой воды. Это более легких синтетических материалов. И используется при температуре воды свыше 24 градусов. В триатлоне и в любительских стартах, да. Но если брать профессионалов, то у них, в принципе, вот эти костюмы не разрешены. Но для любителей это все можно. А они делятся как по миллиметрам, потому что там вот... А это мы сейчас дальше пойдем, я вам все расскажу. Основные функции гидрокостюма для холодной воды. Первое, самое важное, это согревать спортсмена. То есть он вас защищает от переохлаждения. Второе, это способствует стабилизации и выдерживанию на плыву. То есть как можно больше он дает вам занять более горизонтальное положение на воде. То есть вам уже в гидрокостюме не надо думать о том, что у вас там ноги тонут, он вам помогает плыть. То есть он как спасательный круг. Снижает гидродинамическое сопротивление, тем самым повышая скорость спортсмена. То есть костюм дает очень хорошее скольжение на воде. Экономим сил во время соревнований. Если у вас там триатлон или длинный заплыв, то и гидрокостюм разрешенный у вас есть, то мои рекомендации лучше его использовать, иначе вы просто последний в списке приплывете. Потому что как практика показывает, что люди в гидрокостюмах намного быстрее плывут. Ну и основные свойства гидрокостюма это не сковывать движение. То есть он должен максимально комфортно на вас сидеть. Но это мы сейчас дальше уже там обсудим. На примере наших гидрокостюмов я начну с наших базовых гидрокостюмов. Мы здесь в России представляем три категории. Базовый гидрокостюм, в принципе его основная задача это дать хорошее скольжение, установить правильное горизонтальное положение на воде, ну и чтобы они не замерзли. То есть в принципе вот базовый костюм со всем этим справляется. В тире как бы он сделан из слихскин неопрен, то есть это базовый такой неопрен, который дает хорошее скольжение. У него сделаны рукава так, что вы не загребаете воду и он легко снимается. Такой реально как бы плюс. И на это при выборе гидрокостюма надо всегда обращать внимание. Далее в гидрокостюме он так сделан крой. Вот здесь дополнительные вставки из тех материалов. То есть здесь более эластичный неопрен, который меньше сковывает движение. То есть на это тоже надо обращать внимание. Потом также здесь стоят дополнительные панели в гидрокостюме, которые как бы он вас облегает настолько плотно, что он становится как бы второй кожей. Это очень важно, потому что гидрокостюмы, которые допустим там не предназначены для плавания, они плотно не прилегают, они не становятся вашей второй кожей. И это всегда стоит обращать внимание. То есть гидрокостюм должен сидеть плотно максимально. Есть ли вопросы по базам? Как можно определить скорость и удобство снимания гидрокостюма? А, это мы сейчас... Это дальше, что ли? Третья категория гидрокостюмов в Тере. Ну, на самом деле как бы и в других брендах там примерно как бы вот идея, она у всех одинаковая. То есть нам добавляется основное отличие вообще во всех гидрокостюмах, это сам неопрен. И дополнительные какие-то там вставки, дополнительные там, назовем так, девайсы добавляются, которые вам помогают плыть, там стабилизировать. Да, это был как бы самый простой. Далее третья категория. У нас он третья называется категория. Здесь уже применяется неопрен уже премиального качества. Это называется он ямамото. Это вот когда при подборе гидрокостюмов вы будете постоянно слышать слово ямамото. Это значит уже премиальный как бы неопрен. И у них есть уже там категория по цифрам там 38, 39, 40. Чем выше цифра, тем неопрен более эластичный. На это стоит всегда обращать внимание. Вот. В данном гидрокостюме применяется 38-й ямамото. То есть везде на основных вставках. И на вставках вот в этих местах, где вот такие соты, здесь применяется 40-й. То есть это те места, где гидрокостюм должен максимально тянуться и максимально как бы более создать вам ощущение второй кожи. Вот. И то есть не сковывать движения. Плюс в третьем гидрокостюме добавляются дополнительные вставки на рукавах, которые увеличат мощность грибка. И также здесь уже более тонкий неопрен, который помогает лучше чувствовать воду. То есть это... Это потом. Вот. Дополнительно в гидрокостюмах добавляются вставки на груди, на боковых мышцах. И на этом все. Которые, смотрите, на груди дополнительные вставки, они помогают лучше занять горизонтальное положение. То есть они выталкивают. Это вспененный неопрен здесь применяется. И здесь боковые вот эти вставки, они помогают стабилизировать вас на воде. То есть вот эти движения он практически исключает. То есть вы более ровно и прямо плывете. При этом экономите силы. Что? В этой модели надо сранировать базу. Ну нет, смотрите. Гидрокостюмы сделаны так, что вот в этой части обычно примерно такой средний, где-то там потолще неопрен. В рукавах потоньше, а в ногах потолще делать неопрен. Ну это по крайней мере вот в тире, потому что каждый производитель он делает по-своему. Ноги делают специально потолще неопрен, то есть вот в принципе видно, насколько он отличается. Это сделано специально для того, чтобы ноги как можно более горизонтальное положение занимать. Скажите, а как определить натрет шею костюм? Поплавать в нем. А у них горловины все одинаковые? Ну это на самом деле при примерке вы это поймете. Он если вас будет передавливать, то я вам сейчас дальше, когда буду рассказать, как одевать, уже поймете, при подборе там, когда уже будете подбирать, поймете, как определить это. Как в этом гидрокостюме усиливается грибок? Смотрите, здесь есть такая дополнительная ставка, потом можете подойти. Он как бы получает захват еще дополнительно воду, и у вас увеличится мощность грибка. Но это если, конечно, у вас грибок поставлен, то в принципе... Я могу просто по своим личным ощущениям, у меня есть длинным рукавом гидрокостюм, есть без рукавов. И когда я плаваю без рукавов, это чувствуется. То есть ты поначалу, если ты купил и плавал все время в одном гидрокостюме, ты вроде так особо это не замечаешь. Но стоит тебе поменять гидрокостюм в другое, ты чувствуешь, что ты теряешь какие-то доли этих секунд, но это чувствуется. То есть у тебя рука проскальзывает свободнее. Можно еще вопрос тоже к тему сюда же? При прочих раундах, что все одинаково, я и девочка такая же, как я, только я в таком костюме, а она в базовом. Это принципиально повлияет на скорость и на наш результат? Нет, тренировка сильно повлияет. Это я потом расскажу. То есть у нас только все драматично. На это сейчас дойдем. Я сейчас расскажу, потом подведу итоги. Как бы расскажу, в чем разница будет. Можно по другому поставить, если одна и та же девушка, но в равном костюме. Да, или так. Далее у нас это наш топовый гидрокостюм Кат-5. Здесь применяется 39-й имамото. И тоже 40-й здесь ставлен. То есть он более эластичный. Здесь те же самые панели применяются. И плюс здесь добавляется панель на ногах. То есть здесь, чтобы поднять ноги еще лучше. И дополнительно еще сбоку, чтобы еще была дополнительная стабилизация на ногах. Вот. В чем разница между базовым, основная, вот говорят, в чем быстрее поплывешь. Смотрите, то есть, если, допустим, вы как бы начинающий пловец, особо, конечно, может ранить сначала не ощутить. Но в дальнейшем, допустим, если вы планируете плавать длинный дистанц, там 10-12 км, то сразу стоит задуматься о более дорогом гидрокостюме. Потому что он действительно будет экономить очень силы. А это очень важно. Потому что вот в этом гидрокостюме здесь пожестче сам неопрен. И как бы на все эти движения вы больше затрачиваете энергию. Здесь как бы уже он более свободный. То есть вы практически через километры, через два даже особо на себе даже не чувствуете, что на вас вообще одеты в гидрокостюм. И это действительно помогает. Плюс вот эти все вставки, которые дают вам стабилизацию. Вроде изначально как бы это звучит, как бы, ну, думаешь, вроде необязательная вещь. Но когда ты поплаваешь в таком костюме и со вставкой без вставок, равенство очень ощутимо. Потому что он половина движения вам помогает делать. То есть он вас все время стабилизирует. И вы экономите действительно энергию. Но это на самом деле, это все на практике познается. И поэтому при подборе гидрокостюма, если есть возможность, то можно, конечно, взять напрокат в рейнстейшн и попробовать, допустим, поплавать в разных брендах и определиться потом. Но это все лучше делать на тренировках, а не в день соревнований. Потому что, как практика показывает, ничего из этого хорошего не получается. Потому что в гидрокостюме перед самым надо хотя бы раз десять поплавать. Понять, что это такое. Потому что с непривычки могут там и мышцы забиваться. И там чуть-чуть по-другому плывешь. И ощущения они совсем действительно разные. Вот. Все эти гидрокостюмы мокрого типа. То есть они все намокают, как я уже говорил. И за счет того, что он промокает, и вода, которая образуется между неопренным и телом, она вас согревает. То есть некоторые люди покупают гидрокостюм, бывает часто воду ныряют и думают, все текет. Вот. Здесь протекает. Не то. Вот. То есть это как бы нормальное явление. За счет этого как бы он и работает. Это как бы гидрокостюмы были… А. Смотрите далее. Здесь на таблице представлены вот все технологии, которые в принципе TIRR применяет по категориям. у нас тут есть еще второй гидрокостюм второй категории, но мы его не возим, потому что это нецелесообразно. Он практически как единичка и нет в нем смысла. Вот. Поэтому его не рекомендуем. То есть тут в принципе вот как автомобиль, когда выбираешь там спецификацию, в пример, вот как бы похоже, что за что отвечает. То есть в пятой категории присутствует практически все, что как бы было разработано, придумано в гидрокостюмах. То есть там все эти есть разработки. Так. Еще по гидрокостюмам. Так как это гидрокостюм мокрого типа, и он все-таки на холодную воду рассчитан, то заплывы бывают разные. Допустим, в прошлом году на Серегеле там была очень холодная вода. Насколько неизвестно было. Хоть я и не плавал. И вот. Человек там плавал знает. И плюс, судя по погоде, там первые соревнования будут действительно холодные. Поэтому если вы действительно там мерзлявый человек, и вода там 15 градусов, там 14, то рекомендуется конечно применять неопреновые аксессуары. Это шапочка и носки есть там многие сводят. Потому что на личном опыте плаваю там, ну я пробовал 12 градусов на воде плавать там по 500 метров. Ощущения очень такие неприятные. Потому что начинает голова штыщать от холода. Поэтому как для этой вещи есть неопреновые аксессуары. На это как бы всегда обращать внимание. Если вы действительно там планируете где-то в холодной воде плавать, соревнования, то советую как бы сразу об этом задуматься. Потому что эти вещи они обычно очень быстро заканчиваются в день соревнований. Ну за день. Да, это все по такой же тоже системе работает. Как бы иначе просто... Инструкция по уходу за гидрокостюм. Это очень важно. Потому что неопрен в принципе такой материал, назовем его таким нежным. То есть его в принципе легко порвать, когда его одевать. Если я за ним не правильно ухожу, то он быстро может прийти в негодность. Поэтому перед тем как поплавать, гидрокостюм необходимо промыть в прохладной воде. После каждого использования. Даже если вы в бассейне поплавали, хлор разъедает еще больше, чем соль. Поэтому обязательно промывает. А даже и в речной воде тоже обязательно промывает. Иначе он потом просто начинает. А его можно просто промывать? Да, домой просто приходите, по душу промываете. Вешаем на обычную вешалку на плечике. Желательно это делать в ванной. Потому что если на балкон повесить и забудьте допустим снять с утра солнечные лучи. В принципе моментально. Слушай, ну выворачивайте лучше снаружи и да. Ну вот кстати я забыл сказать, что в пятой и третьей категории есть антибактериальная подкладка в этом случае. В единичке такого нет. То есть это тоже как бы очень важно. А сушим сначала снаружи? То есть и другие правильно выворачиваем и сушим? Да, лучше с наизнанки сушить. Сушим вдали от нагревательных приборов. То есть так же как и подальше от солнечных лучей. Хранить в сухом хорошо проветриваем помещение. Ну в принципе достаточно в шкаф, на вешалку. В принципе это достаточно даже. А вот есть разные теории, что на вешалке нельзя вешать, потому что он тебя отвисает. Или это баня не той же? Я честно говоря на личном опыте и так и так хранил. На вешалке мне сейчас больше нравится. Потому что я ни в складах, ни сюда нет. Но вешалки нормальные? То есть они не получаются через год? Нет, с ними ничего нет. Ну есть нормальная вешалка. Главное вешалку правильно подобрать. Нормальная какая? Ну чтобы она ровно оставалась с плечами, а не чтобы она действительно не отвисала. Упаковывать костюм для поездки рекомендуется вернуть его и не складывать. И вдали, конечно, от всяких острых предметов его складывать. Потому что там много, мало ли еще что-то можно зацепить. Избегать соприкосновения материала гидрокостюм с острыми предметами. Вот как раз. И избегать попадания гидроизоляционных средств на масляной основе, потому что потом очень сложно от них избавиться. А если будет попало масло? То лучше сразу ее постараться отмыть. Ну может там, допустим, чуть-чуть мыло добавить и отмыть. Вот. И по поводу инструкции по уходу. Если порвали гидрокостюм, это нормальное явление. То есть расстраиваться никогда из-за этого не надо. Бежать там менять тоже за это не надо. Это нормальное явление. То есть купили клей специально для неопренов. Практически в любом дайверском магазине есть. Дайверских магазинов очень много. Вот. И аккуратно подклеили. То есть взяли там, допустим, спичку там, либо зубочистку. Я обычно делаю зубочистку, потому что клинт часто обращается. Вот. И промазали, склеили, скотчем зацепили, чтобы он максимально плотно сжался. И с утра он уже... Заплатку нет. Это так дайверы делают. Если так, то лучше не делать. И в принципе этот клей отлично справляется. В принципе любой дайверский. Лучше это сразу делать, потому что некоторые этим пренебрегают. И потом, когда одеваешься в следующий раз уже костюм, да, так как он тянется все-таки, он начинает рваться. Как правильно надевать гидрокостюм? Ну, начнем с того, что если девушек, так как здесь все-таки девушек больше, придется подстричь ногти. Это прям сто процентов. Иначе просто он у вас все время будет в дырках. Уже проверено. Также снимаем с себя там все кольца, цепочки. Это все снимаем. Все, что может зацепиться. Иначе потом это будет сложно разобраться. Перед тем, как померить, обязательно лучше, конечно, использовать перчатки. То есть этим тоже лучше не пренебрегать. Даже несмотря на то, что там ногтей нет, все равно бывает цепляться. И одевать всегда подушечками, то есть стараться не хвататься ногтями. То есть ногти надо убрать. Ну да, то есть подушечками хватаем. Я на личном опыте могу сказать, что в год, ну, человек 50 точно надеваю. Еще ни разу никого не рвал, но все время, когда себя одеваю, все время рву. Вот. Потому что я перчатки не использую. Перед тем, как одевать, то есть мы взяли гидрокостюм, открыли его. Одевать, во-первых, молния на спине должна быть. Потому что были инциденты, когда люди его так одевали. Это очень интересно. Причем, говоришь, вам помочь. Он говорит, нет, не надо. А потом ты заходишь, а у него молния спереди. Вот. Поэтому вот так доставим гидрокостюм, выворачиваем его. И перед надеванием обязательно надо учитывать, что, допустим, когда новый гидрокостюм, он еще не растянут. И он будет очень тяжело одеваться. То есть на это надо все время закладывать минут 30, а то и час бывает. То есть там по-разному. А? Сейчас, по разному? Ну 30 минут бывает это нормально как бы время. А что в мокром его одеть? В мокром вы его точно не оденете, это еще сложнее сделать. Дайверские одеваются нормально? Дайверские одеваются нормально? Дайверские одеваются нормально. Когда гидрокосюм новый, мы его одеваем с ног и максимально повыше стараемся его одеть, хотя бы два пальца от косточки одеть. Одеваем до тех пор, до пояса, пока он максимально плотно не сядет. Грубо говоря, как купальник одеваете, плавки, он должен также плотно сидеть. До тех пор, пока вы здесь не подтянули, это очень важно на самом деле, потому что на соревнованиях, если вы неправильно оденете, вы это потом пожалеете. То есть максимально плотно, до тех пор, пока здесь плотно не одели, дальше не одеваем. Подтягивать гидрокостюм подушечками, его можно свободно тянуть, он не порвется, швы здесь не разойдутся, главное не ногтями. Потому что некоторые просто боятся, когда их напугаешь про ногти. После того, как одели, получается, на половину, мы дальше приступаем одевать руки. Некоторые люди, в принципе, если там либо жарко в помещении, либо там погода, солнце, бывает, начинаешь все уже там нервничать, потеть начинаешь, его начинаешь сложно одеть. Можно применять пакеты. С пакетами проще одеть руки, потому что здесь обычно на многих костюмах узкие рукава сделаны, как я уже говорил, чтобы вода не заливалась. Очень сложно одеваться, чтобы не порвать и быстрее сделать. Можно с пакетами, либо бывают разные смазки, но в России, честно говоря, их не продают и я ни разу не встречал. Обычный пакет одели, да, не знаю, там любой пакет в магазине, который дают только Лена, да, на руку одели, вот так протянули, пакет потом вытягивали. На ноги, да, если у вас действительно там проблема, поймете, что у вас, ну, бывает просто у всех же по-разному здесь ноги вот потолще, вот потоньше. Если знаете, что у вас, допустим, плотно одеваться, то можно тоже заранее одеть на ноги и побыстрее. С пакетом это быстрее сделать, но единственное, просто сложно пакет вытащить. Ну, поверьте, пакет легче вытащить, чем стоять и нервничать, одевать, там по два часа стоять этот гидрокостюм. Вот, если было бы легко, я бы не рассказывал, честно говоря. Да, гидрокостюм одевается на плавке, если там плавательные соревнования, а если это триатлон, то это на стартовую форму одевается. Далее одеваем руки, после того, как надели руки, ну, тут на картинке написано, что он прям сразу застегивает, но на самом деле застегнуть будет проблематично, поэтому по моему опыту, по моему опыту, сколько мы уже одевали гидрокостюмов, обычно, когда руки натянули, первым делом надо максимально попробовать его еще поднять, то есть взять его максимально поднять наверх, и после этого, как бы, ну, сделав вот так руки и застегнуть, здесь вот так самому в первый раз точно практически нереально, точно могу сказать, я до сих пор, кстати, так не могу даже закрыть. После того, как его уже одели полностью, потянулись, и далее вот, то есть вот рекомендую сделать вот такие вот движения, и вот этим, и отсюда вот все, что вот здесь скопится, неопрен, ну, вот так нагнетесь, и вы поймете, что у вас здесь будет как бы отвисать, то есть вы это берете и максимально на грудь подтягиваете, то есть старайтесь освободить как можно больше грудную клетку. Лучше гидрокостюм поднять максимально наверх, чем он потом будет вас тянуть вниз и будет вам сковывать движение, потому что вы потом просто будете тратить энергию в никуда, точнее у вас все страны закончат тем, что вы будете бороться с гидрокостюмом. Вот, поэтому, на самом деле, он очень хочет, ну, он может начать тянуть, если вы не дотянете, он будет вам сковывать движение, может в груди начать сковывать, поэтому лучше обязательно сделать это там два-три раза и как бы этим не пренебрегать. И если там, допустим, есть там, не знаю, ваш товарищ, тренер, обязательно попросить, чтобы то же самое повторили со спины. И вы прям сами почувствуете, что он как максимально там уже сядет, а дальше уже когда в воду, в принципе, уже зайдете, он намокнет чуть-чуть и он уже сядет так, как он должен сидеть, потому что вниз-то он может сползть, а вот наверх он уже сам точно не поднимется. Как одевать, понятно? А, это и часы, и перчатки, это все потом уже одевается. А носки? Нет, нет, нет. Тоже после, 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 да. Ну, на самом деле, все по-разному одеваются. Надевать можно по обычным перчаткам? Да, я на самом деле, ну вот у нас в комплекте идут как бы носки и перчатки, но можно пойти обычные хозяйственные перчатки купить. Для одевания? Ну да, обычные. Но они просто защищают, чтобы ногтями не порвать его. Что? Трепишные или полные? А, трепишные, да. Можно еще раз про носки, извините? Про неопреновые? Да, мне нравится тема про носки. Носок должен быть под станиной или сверху? Нет, он должен быть внутри. Внутри? Да, если вы сомневаетесь, чтобы потом не одеть носок, то лучше его сразу одеть. Да, я говорю, можно тогда снять с носков? Да. В таком случае можно, если сомневаетесь. Носок достаточно плотный, да? Носок достаточно плотный. Ну да, он, в принципе, любые вот эти все вещи, которые из неопрена, все, что касается открытой воды, они очень плотно все как бы садятся. Потому что, если они будут, допустим, вам немного большие, то получается, что туда будет лишняя вода набираться, и тоже получается, что ты вот эту воду будешь на себе тащить, тебе будет некомфортно. И, кстати, по поводу того, как гидрокосюм уже одели, как проверить, что он вам подходит? Самое интересное не сказал. То есть, в первую очередь, это вот поднимаем руки, и у вас руки, когда вы поднимаете, должны быть максимально свободно подниматься, то есть без затруднений. А когда вы стоите ровно, то есть он должен вас чуть-чуть так стягивать. То есть это нормальное как бы его состояние, то есть вы его означаете, что вы правильно надели. И закрывая его с этой стороны, то есть мы его не максимально прям плотно шею прям затягиваем, а затягиваем вот, честно говоря, вот так, вот чуть-чуть прикрывая, чтобы он просто не болтался. Потому что если вы затянете, вам потом и дышать будет тяжело, и натирать будет, поэтому закрываем его буквально там на липучку в самом начале. Ну, сами поймете, сколько так. Ну, главное, не затягиваем, чтобы эта вода туда не попала, и вот этого бояться не надо, потому что вода все равно там будет. Теплеет, это точно не станет, а станет только тяжелее. Гидрокостюмы для теплой воды. Ну, это в основном, конечно, для триатлонистов, но на самом деле, если вот там длинный дистанция, особенно в триатлоне, такая вещь, которая, в принципе, если гидрокостюм отменили, и там знаешь, что тебе плыть 4 километра, то это очень сильно помогает. То есть основная функция этого гидрокостюма, ну, тепло он уже не дает, но так же, как обычный. Получается, уже костюм работает как покупатель. Он ценирует гидродинамическое сопротивление, способствует стабилизации удержания на плаву, экономит сил во время соревнований и низкого движения. То есть его основная функция – это скольжение, и в случае с триатлоном – это форма, так как форма здесь в куче разных карманов, он все это скрывает, и то есть ты уже, когда плывешь, ты не нагребаешь эту воду, а уже как бы скользишь по воде, это действительно дает скорость. В тире самый топовый гидрокостюм – это TORQ PRO. То есть если там действительно триатлом занимаешься, ну и там, допустим, записался на какое-то соревнование, где примерно ты догадываешься, что будет теплая вода, то лучше, конечно, об этом заранее подумать, и позаботиться об этом, потому что он действительно сэкономит энергию очень сильно. – Ну вот типа Босфор, может быть, для запрещения гидрокостюма? – Вообще на Босфоре гидрокостюмы запрещены. – Ну да, да, но вот это вот… – В принципе, там на это никто не обратит внимание, поэтому, я думаю, можно, и по идее придраться не должны. А так люди там и в гидрокостюмах, я видел, плавают. – А как у них есть гидрокостюмы? – Ну это в основном для триатлона. – А он всегда на хальку надевается? – Да. – У нас как бы есть три категории – это Light, Elite и Pro. И я как бы буду рассказывать про Pro, потому что вот эти все костюмы, они вообще сделаны по таким же технологиям, как костюмы, которые применяются в тех же самых олимпийских играх. То, что вот спортсмены участвуют, то есть тут тоже гидрофобные вот эти все ткани применяются. И этот костюм, у него самое низко лобовое сопротивление 0.0.21. То есть он в своем классе – это самое лучшее, что вообще, в принципе, бывает у производителей. И поэтому в нем, как бы, я бы сказал, такое идеальное получается скольжение. Вопросы есть у кого-нибудь по такому костюму? – У нас больше классические. – Так, далее не менее важное в воде – это очки для открытой воды. К этому, на самом деле, это очень важно, потому что самое важное на открытой воде – это вообще ориентироваться. И в тех очках, которые плавать в бассейне, я бы не рекомендовал у них потом использовать на открытой воде, потому что чаще всего в бассейне все плавают в светлых очках. И в случае, когда мы выходим на открытую воду, очки должны, основные свойства обладать – это широким периферическим обзором, обеспечить ясность и оптическую точность, защиту от ультрафиолетовых лучей и комфортная посадка. Обзор, как бы, это очень важно, потому что нам нужно на что-то ориентироваться. Обеспечивать ясность и оптическую точность – это, допустим, если ярко будет светить солнце, то вы не будете видеть ни буй, ни вообще, что впереди происходит, потому что, когда ты находишься в воде, мир кажется полностью по-другому, потому что все кажется намного мельче, ты ничего не видишь, а если волны и солнце, то плюс начинает солнце светить, блики начинают с воды, поэтому в таких случаях применяются… У нас в Тире есть поляризационные очки – это самый лучший вариант, либо можно применять зеркальные очки. Но я бы рекомендовал поляризационные, потому что они делают более четкую картинку, и в них намного лучше видно, можно сказать, что HD-картинка хорошая получается. На самом деле это очень важно, и при подборе очков надо всегда учитывать, что линзы желательно лучше поляризационные. Если не нашли, то можно и зеркальные. Самые топовые очки в Тире – это Special Ops. Это продажа, во-первых, номер один. Все их знают, любят, кто на открытой воде, в принципе, плавает. Они очень комфортные, удобные, они с поляризационными линзами, обладают широким периферическим обзором. Линзы сделаны из поликарбоната. Ну и гипоаллергенный силиконовый уплотнитель. То есть здесь мягкий уплотнитель, который вам дает комфорт. Плюс он здесь сделан потолще. То есть они максимально комфортно сидят, но плюс они у нас есть двух размеров – побольше и поменьше, потому что очки подбираются по форме лица, и у каждого это индивидуально. И не всегда, допустим, даже, хоть я здесь рассказываю про тир, вам могут подойти тир, то есть это надо мерить, надо смотреть и проверять. Очки подбираются методом, что вы, допустим, пришли в любой магазин, заказали в интернет-магазин в первую очередь, это взяли очки, приложили, посмотрели, без резинки. Если хотя бы вот один глаз прилипает, это уже хорошо. Потому что, смотрите, в большинство очках, которые для открытой воды, у них летая переносица, и она подстраивается под форму вашего лица. То есть изначально, когда они новые, понятно, что они не могут сразу два очка к вам подойти. То есть, когда вы уже оденете резинку, уже померите, и вы уже померите, что действительно вам подходит. А в бассейне можно плавать? А если бассейн светлый, ну это на самом деле на любителя. Если бассейн как бы более-менее светлый, там хорошее освещение, то в поляризационном, в принципе, комфортно плавать. Если бассейн темный, я бы не стал, я бы порекомендовал бы светлые очки. У нас, кстати, есть модель таких же очков, Transition называется. Там фотохромная линза, которая зависит от освещения. То есть на солнце они будут темнеть, в бассейне они будут светлые. А чем они больше поляризации? Потому что у них нет не поляризации, да, они не будут так сильно, они как бы, да, там будут затемняться, но если, допустим, будет яркое солнце, то, да, вы будете просто дезориентированы, очень сложно будет ориентироваться, куда плыть. А плыть и ориентироваться на соседа не всегда есть хорошо, потому что, мало ли, сосед тоже на кого-то там ориентируется. Потому что я, честно говоря, один раз сам одел обычные очки, как бы не зеркальные, поплыл. Это, кстати, вот на Эронстар в Казани. Поплыл, и они у меня начали потеть. Человек, который продает очки. Сам одел не все очки. И на самом деле я из-за этого лишний километраж начал мотать. Ну, как там. Поэтому и время показал плохое. А потом на бренд-путе я начал ориентироваться на другого человека, а тот, по ходу дела, тоже заблудился, поэтому ничего хорошего из этого не получилось. И к чему, получается, ты готовишься к соревнованиям, и все пошло. Вот очки Blackhawk это тоже с полярационными линзами. Они также есть и зеркальными, есть обычные. Это уже для тех, кто любит плавать стартов в очках. Обычно это там либо кто в детстве занимался, либо там профессионалы, они обычно такие очки не признают и любят старты. Основное отличие у них то, что здесь более, да, жесткая посадка и ниже вот профиль вот этого силикона. Вот. То есть это уже как бы кому-то нравится, кому-то нет. И есть еще такая вещь, как маска полярационная. Чем хороша маска? Во-первых, если старт, допустим, в толпе, то обычно там на самом начале этапа там непонятно, что происходит в воде, и маска вот в этом плане, если вдруг вон там ногой или рукой задели по очкам, то они могут где-то там слететь. Такие случаи бывают, то маску очень сложно сбить. Вот. И, в принципе, в этой маске это именно маска не для дайвинга, ничего, а именно для открытой воды, для плавания. Вот. То есть в таких случаях, конечно, маска идеально подходит. А вообще, а ее как правительство должна отрезать? Да. Она, в принципе, вот, ее одели, все. О! А следы? А следы, на самом деле, это такая индивидуальная вещь. У кого-то, у всех кожа по-разному. Это, поэтому, у кого-то могут остаться. У меня, например, именно от того, что у нас интересует очков, как маски лучше? Ну, у вас могут одновременно здесь, на самом деле. А у меня, да? в бассейне, допустим, когда там с тумбочки чаще всего заставляют там тренер стартовать. Поэтому привыкаешь, допустим, в таких. И поэтому лучше на соревнованиях использовать те очки, в которых ты уже, в принципе, плаваешь. В такой же модели. Просто с поляризационной либо зеркальной линзой. То есть вот это самый вот как бы лучший вариант. А вот в вашем случае, если, допустим, то, что у вас там действительно остаются там синяки и еще что-то там бывает долго, то можете, допустим, наш моделлер смотреть. Это либо вот Special Ops, который был сам первый, либо вариант Nest Pro. Они практически всем подходят. Да нет, это на самом деле такая вещь, у кого-то там любой одевает очки и все подходят, да. Стартовая форма для триатлона, ну так как, конечно, здесь в основном все пловцы, я так вкратце и расскажу на будущее, в принципе, может быть интересно. Стартовая форма для триатлона, она предназначена для прохождения всех трех этап соревнований по триатлону, что позволяет значительно экономить время в транзитной зоне. То есть в этой форме вы сначала плывете, ну вы одеваете, понятно, что гидрокосин сверху, если он разрешен, либо можно просто плыть в этой форме. Потом вы в этой форме едете на велосипеде и потом в этой форме бежите. То есть это форма, которая должна быть максимально удобной и комфортная. И при выборе формы на это стоит обращать внимание и на бренды, и смотреть, какая вам больше подходит, садиться. Ткани тоже. На это все надо обращать внимание. У нас как бы вариант стартовых костюмов для триатлона. Бывают слитные, они рекомендуются для прохождения коротких дистанций. То есть это либо олимпик, либо спринт. И раздельные костюмы рекомендуются для прохождения более длинных дистанций, потому что в случае чего в них комфортней. И можно быстрее со всеми делами справиться. Слитный костюм бывает с молнией спереди, либо допустим с молнией сзади. Сзади обычно молния применяют профессиональные спортсмены, потому что у них такие запросы по IT. У нас как бы две технологии в Тере. Первая технология это топовый гидрокостюм, который чаще на короткие дистанции применяется. Это технология карбон. В чем его преимущество? Он помогает понизить температуру тела и сердечный ритм. А также приводит более рациональное дыхание и понижение в выработке молочной кислоты. То есть у него есть компрессионные свойства. Водоотталкивающие ткани. В данном костюме применяется ткань чем-то схожая то, что у пловцов. То есть она максимально сухая, когда вылазишь из воды. И плюс она так же, как вот этот костюм, она такая же практически гидрофонная. То есть она не намокает. В чем реальный плюс? Сетка на спине с углеродным напылением. Великобритания. Отводит влагу от тела. Технология защиты от ультрофиолета. Это очень важно при подборе костюмов стартовых. И очень важно обращать внимание на ногах. Здесь применяются капельки из силикона для того, чтобы в виде костюм не скользил. И оснащен специальным памперсом. Если на длинной дистанции, то памперс обязательно должен присутствовать, чтобы не натереть. И технология компетитор. Это вот костюм, который можно в принципе для более длительной дистанции уже принять. Также в принципе и на коротких можно использовать. Он обладает хорошей эластичностью. Он очень хорошо дышит. Здесь тоже применяется быстросохнущая ткань. Оснащен специальной компрессионной лентой. То есть здесь у него сделана везде дополнительная компрессия. Защищает хорошо от ультрофиолета. Также здесь есть силиконовые вставки для того, чтобы шорты не скользили. И тоже оснащен специальным памперсом. При подборе костюма стартового всегда обращаем на памперс, чтобы он комфортно вам подходил. Потому что у всех строения разные. И всегда перед соревнованием стартового костюма его всегда лучше протестировать, проверить. Потому что если, допустим, половина железная дистанция или полная, можно уже даже на плавательном этапе все себе натереть. Особенно если это соленая вода. А все какие-то все костюмы раздельные? Слитные в основном применяются на коротких дистанциях по рекомендации. А вообще на свое усмотрение. Но чаще всего на длинные дистанции применяют раздельные. В принципе это все. Я могу только еще добавить по поводу обратно же вернуться гидрокостюмом. По поводу соленой воды. Если, допустим, на соревнования приехали, и знаете, что там морская вода, то обязательно надо это учитывать. И купить либо специальные стики продаются, либо, если стик такой не нашли, который промазывается в те места, чтобы не натереть, можно обычный вазелин применить. Но вазелин просто быстрее в воде растворится, и он быстро утроит свои свойства. Поэтому, если знаете, что морская вода, даже если два километра плыть, лучше не пренебрегать, потому что потом по-любому это как бы вещь, которую вы одеваете на себя. Лучше промазать, допустим, вот эти места, вот эти места, которые больше всего работают, их обязательно лучше промазывать, потому что иначе потом натираете очень быстро, особенно в соленой воде. Ну и продаются такие специальные... Это специальные для рекомендации? Ну вот в Москве, я знаю, что в три спорте продаются. Он привозил в прошлом году, я не знаю, у него есть сейчас или нет. А так больше ни у кого, честно говоря, нет в Москве. И если бываете в Европе, практически там во многих магазинах есть. Это вот на самом деле такие же вещи и для бегунов есть, допустим, там, чтобы... Мужчина сейчас там и заклеивает, и тоже мажет, потому что там на марафонах натирает. Ну, это вот похожая как бы история, просто они стики более водостойкие. И если это соленая вода, и знаете, что он там плыть, там, даже пять километров, а если там и десять... Я не знаю, видели, не видели, что происходит там, если в соленой воде десять километров плыть, обычно шея выглядит, как будто ты на виселице висел. Поэтому тут на самом деле пренебрегать как бы таким вещами нельзя, и надо всегда об этом помнить, и желательно, конечно, промазывать. А пресная не так, да? Пресная вода не так? Пресная, да, меньше натирает. Ну, она практически не натирает, на самом деле. В соленой очень сильно. Потому что там, не да бог, там, если начинаешь там бороться с волнами, там, или еще с печеньками попадаешь. Я вот просто на личном опыте, так же как-то один раз, ну, не задумывался, ну, что там плыть полтора километра в Сочи. И поплыл, и на самом деле все здесь стер. И потом уже, когда ехал на велоэтапе, было уже настолько некомфортно, потому что здесь уже все болит. Ну, и просто дискомфорт. А вот, я извиняюсь, если так тяжело одевать, а ты еще намазался? Не, ну, вы уже, когда вот так наполовину одели, вот здесь уже намазали. Главное просто руки не испачкать в этом, потому что, значит, вы потом гидрокостюм не сможете одеть. То тут уже отдельно стоит. Поэтому, допустим, если стик такой не нашли, а, допустим, вазелин обычный, то резиновые перчатки, ну, обычно там какие-то перчатки, там вот, которые там, саллофаны. Да, помазали, перчатки выкинули. Или кого-нибудь попросили, чтобы вас помазали. Потому что потом, когда будете грибсти в воде, будет проскальзывать вода, и поэтому не стоит. А шею мазать до того, как ты застегнулся или после? После. Ну, промазали и застегнули, все. А снять его как? А, тоже интересный вопрос. Снять гидрокостюм, на самом деле, намного проще ему одеть, поэтому я, на самом деле, этому никогда особо не уделяю внимание. Потому что здесь, как бы, есть такая веревочка. Ну, во-первых, когда его одеваете, веревку лучше, кстати, всегда сверху лучше вот так делать. Потому что, бывает, там нехорошие люди могут дернуть. Вот, так уже не расстегнется. И вот у вас дернуты, вы будете потом стоять, мучиться, дергаться. А? На соревнованиях люди даже через тебя переплывают. И это нормальное явление, то есть поверх. Поэтому, когда в толпе стартуешь, надо задуматься, стоит ли впереди вставать. Вот. То есть, когда выбегаем на сушу, мы расстегиваем и дергаем за веревку. Далее просто его выворачиваете на изнанку и все. Снимается он очень легко. За счет, здесь плюс в наших гидрокостюмах сделаны так рукава, они здесь очень эластичные. То есть, одеть его как бы сложно, но снять он очень легко снимается. Это сделано специально, потому что эти все гидрокостюмы, они разработаны с учетом, что для триатлона. У вас есть специальные воротники? У вас есть такие? Они действительно помогают? Я честно скажу, что я ни разу не использовал, но многие говорят, что помогает. И в последнее время очень часто такие запросы от знакомых людей поступает, которые там по 15 км плавают и которые уже испытали что-то такое натереть себе шею. Они ищут такие воротники. Но у нас как бы их нет и Тир не производит такого пока продукта. Может в будущем они... Честно говоря, я даже ни разу его вживую не видел, потому что... Он такой как ошейник, он немножко еще вот сюда на глазах уходит. Он шпорт, он садится на шею и прям вот реально ровно... Ну вот, вот такой вот он от ширины как раз погладывает. Они раньше были на Бигл, сейчас их нет на Бигл, но можно брать, там, вероятность всяких пошелестить, посмотреть. Вообще, господин, я не думаю, прямо в листах, они могут его купить. Но это стоит задуматься, если действительно там плыть от 5 и больше, об этом вот обязательно стоит. На самом деле подумать. Потому что стик его надолго не хватит. Он все равно, какой бы он ни был крутой, он все равно вымоется быстро. Нет, нет, нет. Просто стик его надевается. Знаешь, он похож, типа и лизуны вот такие, но похоже, как более флотные. Но это тянет шею, да? Нет, нет. Могу точно сказать, что никакие там из ткани, вот эти всякие, все, что самому придумать, это не стоит делать, потому что опыт других людей показывает, что... еще быстрее натрешь себе и намучишься. Что бывает с шеей? Нет, с шеей не будет, это страшно. Вот, это породник. Силикон клеится на шею, а уже на силикон... Толщину не любили. Ну, про толщину гидрокостюма. Самого гидрокостюма? Смотрите, толщина гидрокостюма вообще, в принципе, это очень важно для дайверов. Они по толщине как бы там измеряют то, что у них в зависимости от температуры воды, там, чем толще, тем теплее, да. Вот, в нашем как бы случае здесь толщина у гидрокостюма сделана полностью везде по-разному. То есть здесь она максимально тонкая, здесь как бы средняя и ноги самые толстые делаются для того, чтобы ноги были максимально в горизонтальном положении. Поэтому где-то, ну, в среднем толщина неопрена колеблется где-то от пяти миллиметров до полтора. Ну, это вот примерно вот такие данные. То есть везде по-разному. Каждый производитель это делает по-разному. В плане наших гидрокостюмов могу сказать, что они сделаны более-менее равномерно и для того, чтобы была лучше стабилизация на воде. Некоторые, допустим, гидрокостюмы других брендов, я знаю, они делают, допустим, спереди более толстый неопрен, а здесь, допустим, более тонкий неопрен. И такую щенку ты на доске режешь. Есть гидрокостюмы, которые, допустим, делают вот здесь более толстый, рукава прям совсем тонкие, то есть там как рубашка, как ткань. Но у тебя нет там хорошей стабилизации. То есть каждый производитель делает по-своему. Вот. Поэтому такие нюансы, это как бы сам уже там выбираешь, какой у тебя лучший гидрокостюм. А вообще самое важное, это еще раз скажу, это чтобы костюм сел как бы идеально и вам подходили лекала. И чтобы он вас не передавливал, вы себя комфортнее чувствуете. Если вы пришли там в магазин и вам там, допустим, одели где-то костюм, вы себя чувствуете там некомфортно и сомневаетесь, то лучше, конечно, не покупать. Сейчас скажу. Да, одинаково, но за счет того, что разный неопрен, они по-разному садятся. То есть, если, допустим, я могу добавить то, что если человек немного там нестандартной формы, понятно, что мы все не атлеты. Вот, и то самый лучший вариант, конечно, это покупать сразу топовый гидрокостюм, потому что он лучше сядет за счет того, что он более эластичный. Да, потому что, допустим, единичка, он уже так не сядет. Вот, есть шанс, что он вот здесь будет висеть, да, и может пузыри образовывать. И пузыри это вообще очень плохо, потому что вода заливается, и вы эту воду потом, получается, на себе тащите. А что, например, про размеры линия? Есть ли, например, рост? Ну, там, я слышала, что кто-то подрезали, даже там много. Есть, например, с тем маленького роста? Да, в принципе, можно подрезать, в этом нет ничего страшного. А вообще-то, как ты рукава укоротила? Ну, с рукавами я бы не стал экспериментировать, а нет смысла. Потому что обычно в рукавах чаще всего гидрокостюмы... Ну, у нас, во-первых, они тут технологичные, вот, и поэтому никак не укоротить. А ноги, в принципе, можно. Это нормально? Это нормально. То есть от того, что тут гидрокостюмы до сюда, в принципе, вот эти места, они не особо сильно мерзнут. Поэтому, в принципе, это не очень страшно. А если носки, тем более, применяйте, они высокие специально делаются. Поэтому... А если рукава как-то длины? Ну, рукава, в принципе, они вот одеваются в среднем, где-то вот примерно вот так, на косточку. Кто-то так, кто-то так одевает. Я, допустим, все время вот так одеваю. То есть я, допустим, на личную опцию, что я все время стараюсь максимально вот наверх вот себя натянуть гидрокостюм. Потому что лучше он потом в воде сползет и сядет так, как он должен сидеть, чем его не дотянуть и мучиться. А есть какой-нибудь лайфхак уже в воде, когда мучаешься вдруг? То что делать? Самый лучший лайфхак – это купили гидрокостюм перед соревнованиями, хотя бы раз десять поплавать. Это, честно скажу, самый лучший лайфхак. Понять, как себя вести, понимать, как ты расходуешь энергию, какое у тебя время. Ну, это действительно очень важно. Потому что я могу рассказать просто на плачевном своем опыте. У нас вот Кубок чемпионов соревнований, который проходит в начале, в конце мая. Мы обычно там, у нас небольшое экспо, и я работал-работал, и тут решил поучаствовать. Думаю, ну что, подумаешь, там проплыть 1.8. В том, что я не тренировался и взял свой гидрокостюм. Я его быстро наделал, не дотянул, не плавал в нем уже сто лет. Оказывается, он у меня… я вырос, видимо, чуть-чуть. Вот, и так же поплыл. Первые 500 метров я плыл, как ракета, обгонял всех. Далее я сошел, потому что у меня в глазах все посинело, посернело, и все. Я уже дальше не мог восстановиться, и мне уже даже помогали вылазить и расстегивали гидрокостюм. Ну, потому что спешил на ходу. Во-первых, не тренировался в нем ни разу. То есть за год. Надо же привыкать к нему. И получается, он меня сильно сжал. То, что он у меня… ну, я, видимо, чуть-чуть вес где-то набрал. И… И что-то получается, что так стало физические провода не для того, чтобы быстро… Да, я просто свою силу не рассчитал. Это я на личном опыте. И… ну, гидрокостюм он добавил в свое то, что меня сковал за то, что я его одел еще неправильно. То есть там все сыграло, и я, честно говоря, вылез. Хорошо, что у меня люди там еще могли вылезти, потому что я сначала держал на воде, думаю, сейчас отойду. В принципе, в чем плюс гидрокостюма, то, что ты, если устал, ты можешь лечь на спине, отдохнуть и дальше поплыть. Это как на спасательном кругу. Ну, так ты еще там гребешь, а в гидрокостюм ты, в принципе, лег и расслабился. И он, то есть, его очень хорошо держит на воде. На 10 раз в бассейне, да? Да. Можно, да. Только единственно в бассейне. Желательно это делать не в фитнес-клубах, потому что там обычно вода очень теплая в фитнес-клубах. Желательно лучше делать вообще в 50-метровом бассейне, вот, для того, чтобы меньше перегревались. Потому что в гидрокостюм очень быстро можно перегреться. Сначала вроде не чувствуешь, а потом уже чувствуешь по состоянию, что, да, начинаешь задыхаться. Ну, на самом деле, почувствуете, вам жарко, на самом деле, становится. Прямо уж как потеть кабот начинаете. Как это есть специальная разница между мужским или женским моделем? Ну, лекал основное. Но очень часто, допустим, у нас, если там по параметрам бывает, допустим, женский не проходит, то рекомендуются мужские. Ну, да, потому что это мой случай, мне обычно предлагаются допустимые модели. Ну, тут сейчас скажу, это такая индивидуальная вещь, надо мерить и смотреть. Потому что по природе у женщин таз пошире, чем мужчин. И если, в принципе, здесь как бы все в порядке и плечи там побольше, то, в принципе, они идеально садятся. Но в таких случаях тоже, на самом деле, единичку я бы, допустим, уже сразу не стал бы рекомендовать. То есть надо уже брать получше, который не априн. И еще вопрос. Ну, чтобы у вас это поняла, нет? У них он есть для свимрана как-то? У нас нет. Я знаю, просто чисто теоретически, какое-то специальное отличие. Или есть оно вообще, кроме, собственно, формы? У них молния сделана, насколько я помню, спереди. Для того, чтобы на беговом этапе ты мог расстегнуть и грудную клетку освободить. Вот. Да. Плюс они все короткие. То есть это вот основное как бы отличие. А вы там показываете, мужские или женские? Они аналогичные, женские. Такие же. Ну, там разница только в лекалах. Все то же самое, только разница в лекалах. Ну и расцветки, да. Да, у женщин… Русские есть? Нет. У нас каждый гидрокостюм, у каждой категории свой цвет. У женщин третий он бирюзового цвета. Ну, вот эти все ставки. Вот все бирюзово. И у пятерки синий. Ну, по часы идеально вернулись. Да? Да, вот это нет. Вот у Наташи ремешок идеально. Ну, я по часы не стал бы рекомендовать подбирать гидрокостюм. Просто при подборе гидрокостюма главное понимать вашу цель. Если вы, допустим, тренируетесь и знаете, что вы там… Ну, не будете много плавать, вам там, допустим, два километра там проплыть. Прям вау. И, допустим, вы там, ну, не знаю, до пяти километров планируете, а думаете дальше, что это не надо. То, в принципе, там единичка с этим будет справляться. Если вы будете знать, что, ну, планируете там в будущем плавать длинной дистанции, 10-15 километров, то лучше, конечно, брать более топовый гидрокостюм. Тут еще как бы и бюджет все это играет. То есть 14 990 и 45 990. Разница как бы существенная. И поэтому надо тоже… Да, смотрите, по поводу скидки. У вас купоны. Если вам интересна, в принципе, наша продукция, наши гидрокостюмы, и вы хотите приехать, попробовать, и мы вам расскажем, как правильно, и уже на вас покажем… Да, конечно. И несколько категорий можем рассмотреть, посмотрим, как у нас сядет, там несколько размеров померить. То есть все это возможно. Вам тогда нужно будет заполнить эти купоны. Вот. Мы даем дополнительную скидку 15% от стоимости гидрокостюма. И плюс при покупке третьей и пятой категории мы дарим очки Special Ops в подарок. Вот. Поэтому вся эта акция действует до 30 апреля. А сейчас надо заполнять уже у вас? Заполняйте и мне отдаете. А у вас… Да. А как вы получите ниже по времени? Все зависит от того, как вы его будете эксплуатировать. Если вы будете как бы применять… Ну, использовать там, допустим, постоянно промывать, сушить правильно и на солнечные лучи, и не рвать, когда выливать, в принципе, он надолго хватает. Нет. Если правильно все заклеить, то ничего с ней не будет. Рядом с соседями сколько можно… Да, в ринстейшн приедете, возьмите один и поймете, как дыры. Нет, просто потому что там типа все заклеено и нормально. Нет, в этом нет ничего страшного. Поэтому, ну, есть она дырка, есть. На это можно не обращать внимание. Переживать из-за этого не надо. От этого вы медленно не поплывете. А здесь надо на какой-то время к вам бронировать? Ну, если примерно ориентировать, то можете написать. Если нет, то мы можем с вами связаться. Вы просто скажите, какое время у вас добавим просто список. Просто смотрите, на примерку гидрокостюм примерно уходит… Часа три. Ну, нет. Если вы будете там разные мерить, на один уходит минут 30. Ну, соответственно. Второй одеть еще сложнее. Потому что у вас уже меньше сил, и вы у вас уже… Что надоело. Заведены. И обычно проще там не спешите, не спешите, но наоборот, начинаешь спешить, люди начинают потеть, и еще сложнее его одеть. А вот, например, есть разница? Ну, на раздельную купальню задевать или на слитную? Лучше, вот если к нам, например, лучше сразу брать на слитную, и на слитную лучше одевать. Потому что он лучше натягивается. И так, и на старую? А так вообще, в принципе, без разницы. Без разницы. Без купоне в данном времени чем заполняли? Какие указаны? Даты и времени здесь купоне? Ну, так, примерно дату можешь поставить. Мы просто по графику будем делать, а потом с вами созвонимся, если вы действительно хотите к нам приехать. Чтобы не было так, чтобы у нас там 10 человек приехало, и будете сидеть долго в очереди. Ну, окей, вы напишите по согласованию там время. Работаете всю неделю? Работаем по будням, вот, с 10 до 6.30. Но мы дистрибьюторы, на самом деле, у нас не розничный магазин. У нас только интернет-магазин. Это метро Бутырская, либо Фанвизина. Там прямо ровно пять минут идти от метро. Это новые ветки. Салатовые. Да, это север. Ну, вы напишите там комментарии, время согласовать. Мы с вами, да, будем созваниваться. Все приедут. Ну, и что, ну, выйдем мы в субботу, значит. Время сколько? Бывает, с первого раза попадаем. А так примерно, ну, час – это сто процентов. Все есть. А сколько сохнет? Ну, обычно за ночь высыхает. Там просто вода стекает с него, и все, он быстро до сот. А вот вопрос такой. Если надо после станции улетать, а то точно быстро, что он мокрый, сворачиваешь его? Да, с ним ничего страшного не будет. Ну, в этом плане антибактериальная подкладка очень хорошо справляется. По крайней мере, ты его достаешь, с ним нет вот этого, что запаха нет особо. Потом ты бежишь, уже дома его промылаешь? Да. Ну, лучше, на самом деле, его промыть лучше, да. И в бассейне, если поплавали, потренировали, сразу в душ промыли, сложили там, мало ли, на работу поехали. Ну, потому что хлор очень сильно разъедает. Также и за очками надо ухаживать. Особенно очки, кстати, после соленой воды можно вообще практически выкидывать. Потому что очень быстро, чем нежнее вот силикон, он быстрее разъедает соль. И очень часто там сталкиваемся с тем, что люди поплавают в соленой воде, и говорят, звонят и говорят, вот ваши очки. А на самом деле он там отплавал на неделю, их не промывал, потом в пресной воде, не сушил. Ну, понятно, что они разъелись. И плюс силикон оставлял на солнце. Нам даже знакомые там с кэмпов присылали, как очки плавятся. То есть, ну, там, если температура там около 40 градусов, то они, в принципе, легко могут расплавить силикон. Поэтому очки силиконовые тоже не оставляем на солнце. То есть там поплавал, бросил на шезлонг. Так лучше не делать. А тут как-то дата-время, дата-время два раза. Это одна сторона остается у вас, где надпись скидка 15%, а другую вы мне просто отдаете и все. А это надо сейчас заполнить, а потом? Лучше сейчас и мне дать. Потому что время будем согласовывать. И у меня, кстати, остался еще ролик про наш гидрокостюм. Гидрокостюм. Звучит музыка. Звучит музыка. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok